Всем привет! Сегодня у нас история от Анонима. Я зачитаю сейчас историю, дам свои комментарии, и вы также напишите под видео, что вы думаете по этой истории. Так что давайте приступим. Здравствуйте, Галина. Хотела бы поделиться своей ситуацией. Пытаюсь его забыть, но реально съедает меня. Мне 37 лет. Я разведена, есть ребенок. Познакомились в августе прошлого года в Кемере во время моего отпуска. Он коренной стамбульский парень. Приехал туда тоже как турист. На своей машине поселился в соседнем отеле. Насколько я поняла, приехал на отдых один. Сразу понравились друг другу. Подошел, познакомился. После прогулки решили обменяться контактами. Здесь немножко остановлюсь, поясню. Да, в Турции отдыхать туркам дорого. Это дороже. Не то, что вы покупаете путевку. Скорее всего, по своему опыту скажу, сколько вы платите с перелетом, столько он заплатит. Просто сам добирается за свой счет до отеля. И этот отель будет стоить столько же, сколько вы за весь тур заплатили за ваше пребывание и перелет вместе. То есть это себе средний класс и выше может позволить. Тем более, с каких курс валют. Это дорогое удовольствие, скажем так, отдых. Даже для турка самого в Турции. И хочу отметить, что, несмотря на это, я всегда говорю, да, лучше с турками знакомиться, которые как туристы приезжают с какими-то сотрудниками на отдыхе. Но они едут туда, очень часто молодые, свободные, неженатые и так далее, в поисках легких отношений, мимолетных, с иностранками, с туристками. Потому что там располагающая легкодоступная атмосфера, отпуск, вся история выпивка, алкоголь, танцы, дискотеки. То есть для серьезных прям он не едет туда искать себе жену, он едет туда отдыхать. Вот что хочу отметить. В тот же вечер сказал мне, что очарованно мною, хотел бы продолжить общение в дальнейшем. Ничего лишнего не было, не касался меня, только на прощание поцеловал мне руку. Какой джентльмен. Вытащил портмоне, показался свои документы, веб-сайт, свои компании, чем занимается и так далее. Он бизнесмен, своя компания, разведен 39 лет, есть сын 10 лет. Раньше отношений с турками у меня не было, я понятия не имела, как себя надо с ними вести. Я была самой собой. Вот, кстати, всегда самое главное, надо быть самой собой. Мы смеялись, шутили, вели себя как дети, сказал, что я та самая, которую ждал всегда, что нужна моя энергия, в общем, нужна я сама. Польстилы, конечно, в нашей стране такого внимания не оказывают женщинам. На следующий день я уезжала, и он приехал проводить. Мы поговорили, решили дать шанс отношениям. Напоследок он меня обнял, попрощались. Конечно же, у меня кружилась голова от неожиданного счастья. По приезду созвонились, обговорили почти все, чуть ли не до свадьбы. Через день после меня он тоже уехал домой. Почти всю дорогу до Стамбула общались по видео. Наглядеться не могли друг на друга. Окрыленные эмоциями, чувствами по приезду домой. Затеял ремонт в офисе. На заднем дворе устроил сад с водопадом. С одной из квартир выпроводил квартирантов. Тоже начал ремонт. До этого жил с другом, чтобы не скучно было. И все это ради меня, чтобы мне было комфортно во время приезда к нему. Говорил, что готовит нашу с ним квартиру для меня. Хочет успеть до моего приезда. Всегда были на связи по видео. Сказал, чтобы понемногу перевозила свои вещи к нему. Купил мне заранее халат, тапочки, еще вещи по дому. Очень ждал. Вот это очень правильно. Видно, что парень на самом деле хорошо воспитан. Вот это вот купить тапочки, халат, полотенце. Это вот, знаете, символ или как назвать правильно. Хороших манер воспитанного человека, культурного вот этого гостеприимства. В том плане, что когда и ждут гостя, которого хотят видеть, так и поступают. В итоге у меня получилось приехать только в октябре. Билеты платил он. Сам он знал, что должен приехать. И обещал приехать. Но позже, когда устаканится ситуация с коронавирусом. Потому как он не вакцинировал и не хочет это делать. И что у него как-никак работают люди. И больше никому он не доверяет свою компанию. В случае, если заболеет. Кстати, я тоже не вакцинирована. У меня медотвод. Я летаю с ПЦР. Но, конечно, я не удержалась. И полетела на крыльях любви. Прилетела. Встретил хорошо. Не могли надышаться друг на друга. Приехала к нему. Сообщил, что пока и летела, его бухгалтер обокрал. Их унесла она из сейфа крупную сумму наличными. В тот же день вечером спустились в его офис. Это в этих же апартаментах. Приехали его друзья, работники. Разбирались с этой ситуацией. Я не поняла, почему он не сообщил в полицию. Сказал, что если бы поехал туда, это заняло бы несколько часов. И не смог бы встретить меня. Ну, что-то не очень таки. Можно было после вас как встретил его в полицию. Съесть. Чувствую здесь. Эти несколько дней нашего общения. Замечала, что уходит с себя на какие-то минуты. Понимала, что расстроен. Познакомился с родной сестрой. Позвала она нас к себе на ужин. Кстати, общаемся мы с ней до сих пор. Познакомился с близкими друзьями. Сыном обещал познакомить немножко позже. Так как ему всего лишь 10 лет. Ну и, конечно, я не настаивала. Ну и правильно. Последний день моего пребывания там ощущала холодок с его стороны. Думала, из-за проблем. Приехала домой. Первую неделю относительно все было в норме. Но его становилось все меньше. Поехал на выставку в Денизле. На обратном пути потерял телефон. Расстроился, что столько рабочих фотографий отснял. Все нужные контакты, информации тогда были бы утеряны. Потом он попал в ДТП по городу вместе с сыном. Обошлось все. Потом стали уходить ключевые работники с компанией. В общем, сказал, что кроме близкого друга, никого надежного не остается рядом. И что мне нужно переезжать и работать с ним. Он был подавлен. Естественно, я засобиралась к нему. Но нужно было решить все с ребенком. Оставить на время, пока устроюсь, либо с собой забирать. Пока я колебалась, его становилось в моей жизни все меньше и меньше. Звонил мне так часто. Писал тоже. На мои вопросы об изменениях отвечал, что так же любит. Ничего по отношению ко мне не изменилось. Ну, а по факту, видимо, другое. В конце ноября выбирали билеты ко мне в Астану. Хотел познакомиться с моей семьей. Сказал, что времени у нас не так много. Не юный. Хочет от меня ребенка. Говорил один, Аллах знает, как я по тебе скучаю. Спрашивал, что будем делать женитьба. Я спросила, почему тогда не сделал предложение, когда я была у него осенью. Ответил, что не знает. 16 декабря скончался один из его близких друзей. Сообщил он мне это сразу. И больше это все его очень сильно сломило. После наши отношения начали сходить вообще на нет. Я плакала. Спрашивала, что происходит. Мне нужна была правда. В итоге сказал, что не готов жениться. И испугался. Я спросила, ну ты же мне столько всего обещал. Он ответил, а я знаю. Плачу, переживаю с декабря. Моя голова болит, аппетита нет. Не могу без него. За короткий срок просто будто бы приросла к нему. Мои вопросы и выговаривания. Ответ у него простой и короткий. Как робот, будто не было того человека. 11 января позвонил и ехал в командировку с другом. Все те же влюбленные глаза, та же улыбка. Поверила, что все еще не потеряно. Ему нужно переживать трудности. После написал, что действительно меня любит, скучает, но не знает, как быть совсем, включая наши отношения. 15 января я написала, что нужно поговорить, что мы в феврале могли бы увидеться. Он ответил, было бы здорово. И на этом все. Понимая, что постепенно избавился от меня и ушел. Неужели все тепло, все чувства, это ложь? Меня всю трясет. Не могу справиться с эмоциями. Ревную страшно. Как представлю, что с другой девушкой может быть. У меня внутри все просто горит. Он, скорпион, предупреждал, что в жизни холодно. Но не до такой же степени. С 15 января не общаемся совсем. Пока держусь, но хочу ему написать. Хочу его вернуть. Но понимаю, что расстояние почти в 5000 километров. Что я не в силах что-либо сделать. Готова была ехать к нему сама. Но посмотрела ваши видео и отказалась от этих мыслей. Думала, поеду, созвонюсь с сестрой. И вдруг она ему сообщит, что я в городе. Галина, возможно ли снова пробудить в нем интерес ко мне? Возможно ли вернуть его? Как мне быть, что мне делать? Как перестать ревновать? Помогите, пожалуйста, с ловетом. Простите, что много написала на эмоциях. Очень буду ждать вашего ответа. Смотрите. Как тут одна очень фраза подходит. Насильно умел не будешь, к сожалению. Что сделаешь? Я вас прекрасно понимаю. Почему вам больно? Что очень много обещал. По факту он соскочил. И знаете, в чем плюс? У него нет другой женщины. Если многие даже в комментариях будут писать. Да, где доказательства? Это ваши личные страхи. Он очень открыто, в принципе, в плане правду говорит. Он сказал, важный моментик там есть. Он сказал, я испугался. Я струсил. Я не знаю, чего я сейчас хочу. То есть мужчина однозначно в каком-то депрессивном состоянии находится. У него рушится его жизнь на данный момент. На самом деле, мне кажется, у него... Вы встретили в тот момент, когда у него начался запоздалый, немножко затяжной кризис среднего возраста. Переоценка ценностей. У него вот он говорил о том, что у меня нет поддержки. Никому не доверяю. Болеть, типа, условно не могу, потому что на мне фирма. То есть у него проблемы все с доверием. И на самом деле он все хочет помощи. Поэтому он сказал, неплохо, у меня тут все рушится. Приезжай, будешь со мной работать, моя поддержка там. Он ищет на самом деле его депрессивные вот эти состояния. Ищет давно. Еще до вас. Вы даже говорили, он приехал домой, начал ремонт. То что-то пошло. На самом деле, он, скорее всего, был в депрессии еще до вас. И он ищет в себе женщину-спутницу, которая будет спасателем. Для такой женщины это мужчина довольно-таки проблематичный для любой женщины. Знаете, чем? Он ненадежный. Он трус. И ты можешь спасать-спасать. И, например, он все равно может соскочить в какой-то момент. Ты не знаешь, какое его опасение и страх будет сильнее. Ты можешь быть идеальной спасительницей. Заспасаться дальше просто некуда. Просто идеальная классная женщина все равно может убежать. Дело не в тебе, не в том, что плохо спасаешь или некачественно делаешь это. Дело в том, что он трус. И он тревожный, очень тревожный человек, который находится, возможно, в депрессии. На самом деле, здесь можно, скажем так, вообще надо понять, а мне нужен человек с такими проблемами? Зачем мне его, во-первых, спасать? Ответьте для себя на эти вопросы. Зачем мне его спасать? Зачем мне нужна эта некая, ну, отчасти, честно скажу, груз вот этот? Зачем мне нужна вот эта вот ноша тяжелая? Он нашел ту, на кого можно сделать эту ставку. Вы друг другу подходите, вы хотите спасать, вы для этой роли. И вам довольно-таки сейчас очень тревожно и плохо. Вы страдаете, потому что от моего спасения отказались, правильно? Я так хотела быть вот этой спасательницей. В принципе, вы друг другу подошли. Писать ему или нет? Для того, чтобы писать, вы внутри для себя должны понять, что если будет все так же холодно, чудо не произойдет, я это принимаю. Я бы посоветовала, если вы с ним выйдете на контакт и все-таки ему напишите, вот честно, ему надо просто сходить к психиатру здесь в Стамбуле, к хорошему психиатру, выписать себе антидепрессанты. Я вам точно 100% говорю, что ему их выпишут. По его состоянию, как минимум, вот эта кончина друга, вот эта вся история, он не вывозит. И он настолько трус, в том плане, внутри у него нет своего стержня, и он не верит уже в поддержку, что он от себя людей отталкивает, берет дистанцию. Он, знаете, что пытается, на самом деле, сохранить свои силы и найти в себе, в самом себе эту поддержку, опору и так далее. У него в семье с этим были проблемы однозначно. Даже вот про его маму, у них там может быть какая-то тесность. Короче, у него нет вот этой протекции, защиты от папы, которого нет и так далее. Поэтому для него друзья, как считай, братья, как родственники, он за них держится, довольно-таки слабый человек. Но если бы он, например, сейчас снял свое вот это острое состояние депрессивное лекарствами, у него постепенно нормализовалось эмоциональное вот это состояние, он бы из минусов вышел просто на ровную гладкую поверхность, ни в минусы, ни в плюс, пошел просто ровно. И у него он бы вернулся тем, какого вы, скажем так, видите. У него очень нестабильная скачущая самооценка, его реакция. Вы видели? Когда ему с вами хорошо было, он позитивный, хороший моторчик внутри, энергия пошла. Как только у него внешние факторы какие-то проблемы, он сразу на минуса падает, в депрессию ушел. Скорее всего, у него просто была ремесия временная, скажем так. Короче говоря, он очень зависим от обстоятельств и факторов. У него нестабильная самооценка. Это как его качество. Это его дело не... Депрессия на это не влияет, не обстоятельства прямо сейчас. У него это вообще до вас. Всю жизнь была с детства, скорее всего. К этому приводит то, что когда человеку, скажем так, он не уверен в себе, любят, отталкивают или притягивают его родные, кто его воспитывал. Он не уверен, любят ли его, принимают ли его. И вот у таких людей формируется эта скачущая самооценка, на которую влияют внешние факторы. Когда у него хорошо любовь, он воспитывает, все классно. Самооценка хорошая, он прям производил впечатление уверенное. Как чуть проблемы, работа, бизнес пошатнулась, у него сооценка сразу на минусы. Да настолько, что он даже в депрессию, скорее всего, упал. Ну, у него депрессия вылезла, которая раньше была подавленная. Вот на самом деле, ему что, вот качественно, нормально жить, ему надо психиатру сходить. Если он этого не боится. Выписать себе лекарства, начинать их пить. Через две недели это будет исправильно подобранная дозировка. Другой человек. Спокойный, адекватный. И у него опять появится со временем вот этот огонек в глазах к вам. Можете ли вы к нему с таким предложением обратиться? Можете ли вы ему такого специалиста найти? Вот, пожалуйста, что вы можете для него сделать? Посоветовать обратиться к специалисту. Как мне вывернуться? Встать на шпагат? Задрать ноги? Изменить свою внешность? Изменить кардинально себя или еще что-то? Как мне его зацепить? Как мне обратно? Да никак. Насильно, мил, не будешь. Вы ему можете предложить опять спасение, свою помощь вот в таком виде. Дело не в вас как личности. То, что вы плохая или некрасивая, или проблемные вы его не... Нет. Все было нормально. Проблема в нем. В нем то, что он в себе не уверен, у него скачется самооценка, он впал в депрессию, у него есть. И он не знает, как с ней справиться. И ему на самом деле нужен либо родственник, друг, товарищ, поддерживающий лицо, который отведет на самом деле его за ручку, за него и решит что-то, за ручку отведет его к психиатру. Вот только не знаю, он в этого хочет. Но вообще на самом деле турки обожают лечиться, ходить по больницам. Психологи-психиатры здесь, психотерапевты, очень популярная профессия, в свое последнее время. И даже у кого там с последних денег, они все равно обращаются к специалистам, потому что очень травмированные. Я вам про это рассказывала, у них есть эта потребность. Лично я с турками не люблю работать и не работаю, потому что они любят слушать, не ходят поплакать. Но они не выполняют домашние задания от психолога, не меняют свою жизнь. На самом деле меняться они не хотят, они хотят, чтобы их просто слушали. Менять мало кто что захочет. Но психиатрия здесь тоже на коне, кстати. Очень легко здесь выписывают антидепрессанты. Психиатров очень много. Короче говоря, они здесь очень многие на антидепрессантах, на самом деле. И не потому, что это легкий способ, и здесь вот такая медицина и уровень. Нет, нет. Здесь действительно очень много травмированных людей, которые в депрессии. На самом деле здесь есть резон для этого, скажем так, легкого отношения к таким лекарствам. Каждому второму, значит, потому что здесь есть повод это делать. Вот что я могу вам посоветовать. Вообще для себя сначала примите решение. Вам нужен такой проблемный человек? Да-да, нет-нет. Это не всегда будет так легко. Вы всегда, если с ним вступаете в отношения, там, семья, вся история, у вас будет довольно-таки шаткая и самооценка муж. У вас будет дома, допустим, все хорошо, гладко, вы ему вот этот тул делаете. Но его внешние факторы, работа, бизнес, друзья, там, какие-то проблемы, они его будут выдавать, выбивать из этой колеи, давать ему негатив, или там он будет уходить в депрессию, он будет регулярно на антидепрессантах, если он вообще эту проблему не решит с депрессией. И вы всегда будете вот этой спасательницей, у вас всегда будет с кислорожей такой муж дома, или там уходящий из себя, закрывающийся, замыкающийся. Это не тот человек, который будет приходить и выкладывать, у меня какие-то проблемы, дорогая, мне помоги, расскажу тебе. Нет-нет-нет, вам вот это всегда надо будет. Вы понимаете, да? На что вы подписываться можете? Так что имейте, короче говоря, в виду это. Спасибо всем за внимание. Девочки, что вы подскажете, напишите в комментариях, может, у вас есть опыт на эту тему. Если вам нужна моя консультация, вот как девушке, чтобы я рассказала видео, свое мнение по вашей истории, какие-то советы дала, то пишите на мою почту, она под видео в инфобоксе, тема письма, история от анонима. Если вы хотите меня видеть как в качестве психолога консультацию психологическую, в скайпе, видеозвонок в WhatsApp у нас может быть, то просто пишите в теме письма, консультация, я вам отвечу. Спасибо за внимание, скоро увидимся, всем пока.